Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвет ускору поезды. Увы запринят, уезжаем. За минувшие сутки в городе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали два человека. В 11 часов вечера авария произошла на углу улиц Бибетшилик и проспекта Республики. Здесь столкнулись автомашинного пельвектора и микроавтобус Форд Транзит. Как рассказали участники ДТП, обе автомашины двигались по Бибетшилик. Форд со стороны площади Альфа-Раби, а Вектора ему навстречу. Столкновение произошло, когда легковой автомобиль попытался проскочить перед микроавтобусом, поворачивая на проспект Республики. Я оттуда поехал, я вот здесь прямо, водитель Убеля поворачивал налево, у него был включен поворотник. Я еду, но моргаю, куда ты лезешь. Он начинает, будет здесь, я ухожу от столкновения. Водитель Вектора поддерживался несколько другой версии. Я ехал на зеленый, поворачивал налево, а там машина меня ударила. В результате этого ДТП травму получила одна из пассажирок микроавтобуса. Ей помощь оказали прибывшие на место происшествия врачи. Автомашины понесли серьезный материальный ущерб. Но оба автомобиля были застрахованы, и сейчас сотрудники ДПП выясняют, чья страховая компания его возместит. На днем примерно в 12 часов авария произошла на углу улицы Иляева и бульвара Кунаева. Здесь в аварии пострадали два легковых автомобиля – «Лада Приора» и «ВАЗ-2114». Как рассказали очевидцы, «Лада Приора» ехала по бульвару Кунаева в сторону улицы Желтоксан, а «ВАЗ» по Иляева, направляясь к улице Байтурсынова. Столкновение произошло в центре перекрестка в момент смены сигнала светофора. От удара автомашины разбросало на несколько десятков метров. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сейчас причины виновника аварии выясняют дознаватели Дорожно-патрульной полиции. В полночь на пульт 102 поступил тревожный сигнал с улицы Деваева. Звонившие сообщили, что неизвестные лица ограбили сразу два автомобиля, стоявшие во дворе. Уже через 10 минут на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Как установили полицейские от рук злоумышленников, здесь пострадали две автомашины «Тойота» и «ВАЗ-2107». Преступники, выбив окна, открыли автомашины, похитив оттуда ценные, на их взгляд, вещи. «Да, приехал, поставил, машина нормальная была». «И потом что произошло?» «6 часов, что проверили, машина нормальная. Вот, минуты, полчаса назад приходилось, может разбитое стекло». «Кто-то разбил, да?» «Да». «Это примерно 8 часов было?» «Я даже не знаю». «Я даже не слышу ничего». В каждой из автомашин пропали документы и небольшие суммы денег. По горячим следам задержать злоумышленников не удалось. Но на месте происшествия полицейские обнаружили множество отпечатков пальцев, которые, возможно, помогут задержать преступников. по факту кражи возбуждено уголовное дело по 188-й статье Уголовного кодекса. Ведется следствие. Сотрудники Байдебегского РОВД по горячим следам раскрыли кражу, совершенную в одном из частных магазинов поселка Менбулак. С заявлением в этом преступлении к полицейским обратился местный житель. К нам в Байдебегский РОВД обратился гражданин Каа 1955 года рождения. Он рассказал, что ночью неизвестные лица, взломав заднюю дверь, проникли в его магазин и похитили из него товары народного потребления и продукты на общую сумму 25 тысяч тенге. Для раскрытия этого преступления была создана оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали двух учеников местной школы 2000 и 2001 годов рождения. Они признались в совершении кражи. Как рассказал один из задержанных подростков, дома он взял лом и ночью они с другом сорвали замок с двери магазина, откуда похитили различные продукты и вещи. Они также взяли из кассы 200 тенге. Сейчас содеянным они полностью признались и раскаиваются. В отношении задержанных полицейские возбудили уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса. Но привлекать к уголовной ответственности задержанных подростков полицейские, скорее всего, не будут, так как они не достигли 14-летнего возраста. Тем не менее, подростков полицейские поставят на особый учет и в случае очередного рецидива, возможно, отправят в специнтернат для девиантных подростков. Субтитры создавал DimaTorzok